Всем приветик! Кирюшка, поздоровайся! Привет, привет! Пока-пока! Знаете, что у нас? Света нет. У нас со вчерашнего дня нет света. Это просто какая-то катастрофа. Да, потому что интернета нет. Да не просто интернет. У нас холодильник разморозился, бойлер не работает, горячей воды нет. Хорошо, что у нас и единственное, это плита у нас газовая. Мы можем спокойно хотя бы еду подогреть, но по всем остальному не можем ничего сделать. В общем, Кирюшка сейчас сидит с Шантюсей, делает математику задания летние. Я тут с Мишкой тоже лежу. Нет, я! Вот, на улице сегодня тоже солнца нет, пасмурно, и у нас в квартире темень, просто темень. Что делать, мы не знаем. В общем, сидим. И самое главное, что я с вчерашнего дня пытаюсь дозвониться до всех служб, да, Кирюх? И просто никто не берет трубку. Сегодня я уже позвонила в службу мэра города и уже оставила там заявку, потому что бесполезно. Никто не берет, ни в Аварийке, ни в ЖЭКе, ни в Киевэнерго. У всех полный мороз. Потому что все ходят спать. спать. Я поняла, что все, никто не хочет просто работать. Вот, и мы с Кирюшей ждем, когда же включат свет. А уже как-никак, Дотя, который час? Ну, скажи мне, пожалуйста, у тебя на час. Уже 12.01. Уже полдня прошло, а света так и нет. Ну, я просто в шоке. Я просто в шоке. Ладно, Масенька, все тогда. Давай дальше доделывай уже, там тебе совсем еще что-то осталось. Я не хочу уже это. Нет, это надо вот эту страницу, Кирюшка, сегодня сделать все. И все, на сегодня только эту всю страницу. Заканчивай и все. Кирюшке просто дают вот такие вот книжки на лето. Вот такая вот книга, летняя тетрадь. И тут на каждую на каждую неделю мы делаем задание. Тут задание и по чтению, и по письму, и по логике, и по математике. И вот мы сейчас уже делаем август третью неделю. Почему? Потому что мы уезжаем на море и я в принципе хочу, чтобы на море брать с собой. Хотим уже все сделать сейчас. Осталось нам 5 страниц. Так что давай, Дотса, вот эту страницу сегодня нужно закончить. Окей. Чем ты расчесываешь шинтесу? Она линяет. Я поняла, ну ладно, давай, солнышко, доделывай. Я пойду снова пытаться... Собаки должны быть красивые. Может, тебя вообще не видно. Пойду снова пытаться звонить. Уже нету сил. Сколько уже можно? Без света, целый день без света. И без интернета. Да интернет меня меньше всего волнует. Мне свет нужен, потому что у меня холодильник разморозился. Я не могу помыться, потому что бойлер не работает. Хочу голову помыть. Это ужас. Просто ужас. В итоге я стою сейчас с вами разговариваю на балконе. Включили нам свет на две минуты и снова он пропал. Звоню я опять в службу, а мне говорят у вас должен быть свет, проверьте свои счетчики. Я говорю нет, вы проверьте пожалуйста мои заявки и снова их зафиксируйте, потому что света нет. В общем мы опять без света. Я не знаю, какая-то просто беда сегодня со светом и сегодня наверное такой будет целый день. В общем я успела только помыть голову, но не успела ее высушить, поэтому у меня на голове сейчас вот такая вот такой вот конкретный беспорядок. Что делать? Ничего. Буду сегодня вот так. Сейчас позвоню Кирюхе, скажу, что света нету, чтобы она не надеялась, потому что она хотела прийти домой посмотреть кино, но будет на улице гулять. Сегодня на улице не сильно жарко, так что можно отдыхать и гулять. Ладно, вон как раз Кирюха, сейчас я ей это и скажу. У нас уже вечер, Шантюска тут лежит вместе с Лилюшкой, Мишка только что лежал вместе с Волочкой, а я сижу, жду мужа с работы, потому что он мне пообещал, что он сегодня меня покрасит. Да, представляете, меня красит муж. Вот так я его прошу очень хорошо, он меня красит, так что сегодня я должна покраситься, чтобы уже к морю быть полностью готовой. И еще ко мне сегодня должна приехать моя бананка. Муж себе заказал бананку, я себе заказала бананку, и у Кирюшки есть бананка, чтобы на море мы могли телефоны бросить на пояс и с ключами идти гулять. Да, Шинтюська? Ждем нашего папу? Да, мой красавец, ждем. А там птичка что-то шумит, пошли на нее посмотрим. Вот моя птичечка, вот моя маленькая, ты кушать хочешь? Иди, я тебя буду кормить, иди сюда, давай. Вот ты мой хороший маленький птенчик, моя птичечка. Так что с воробушком все хорошо, воробушек едет с нами на море. Я позвонила в санаторий, куда мы едем, в пансионат. Они разрешили с птичкой приехать, проблем не будет. Единственное, что поезд пока меня смущает. Билеты я не купила на птичку, но я приеду и узнаю, нужно на нее покупать билет, не нужно. Билет он в принципе недорогой, стоит копейки, но поезд могут не пустить. Но что помню, когда я с собаками ездила, то собак требовали справку о всех прививках, билет. Я правда не знаю такую маленькую птичку, может на нее никаких справок и не нужно. Господи, она там в такой малюсенькой клетке будет, что ее можно в сумку спрятать, чтобы никто не заметил, а потом достать. Да, птичка. Кстати, зовут нашу птичку, так и зовут птичка. Птичка. Скажи, меня зовут птичка. Снова всю клетку обгадила, птичка. Снова нужно клетку мыть. Ну, вот такие вот воробьи, они грязные грязные птицы. Но, правда, сегодня я и налила водички вон туда вот в миску и птичка моя купалась. Вся мокрая была, такая довольная, счастливая. Я периодически водички туда наливаю и она купается. Почему-то в песке не очень любит купаться. Песок у меня тоже есть, но песок ее не впечатляет. Она любит купаться или в тырсе, или в водичке. Все, поела? Еще? Ну, давай, кушай, кушай. Ну, уже какой дзёп у тебя большой. Уже хватит? Да, голодная птичка. Кушает так много, катастрофа. Ну, правда, мне нравится, что он молчаливый. Он сидит себе тихонечко на жердочке и что-то сам себе говорит. А еще читала, что воробьи не любят вот такие вот качельки, как у меня здесь, и попугайчие приколы, как писали в интернете. Ну, на самом деле, что я скажу? Неправду говорят, очень любят на той качельке сидеть и что-то сам себе рассказывать, сам про себя что-то говорить. Еще обожает колокольчик, он постоянно у него звенит. Да, маленькая птичечка? Будем ждать нашего папу? Будем. Да, я покрашена. Посмотрите, какая я красивая. Да, вот такая вот я есть, но зато меня покрасили, и завтра я буду красивая уже. Да, краситься мне приходится, потому что у меня очень-очень безумно много седых волос, поэтому, к сожалению, мне приходится краситься. ну, такова женская жизнь. А сейчас я покажу вам свою бананочку, которая мне пришла. Безумно классная. Вот такая бананка мне пришла. Смотрите, какая клевая. Вот, мне очень нравится. Самое главное, что здесь вот отделение с сеточкой внутри, потом здесь еще одно отделение, и еще одно отделение для какой-то мелочок. Вот, оно тоже здесь внутри. Вот, смотрите, вот, и еще есть брелочек для того, чтобы вешать ключи. Вот такая прикольная. А для мужа чуть-чуть другая бананка. А у мужа вот такая, вот он себе решил такую взять. Ну, у него, честно говоря, вот какая-то вот она более прикольная. Честно, вот у меня немножко дизайн, видите, какой. Но, я же говорю, для моря супер. А у него вот такого вот плана, он хотел себе именно с перышками. и, значит, здесь у него кармашка нет, но у него здесь вот кармашек один. Сейчас я покажу. Так, 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 так. Открывается. вот один карман здесь, потом здесь у него идет кармашек потайной и здесь еще тоже один большой карман. А что же я не могу открыть, ну, не могу. В общем, и здесь вот большой карман. К сожалению, одной рукой мне очень тяжело открывать, поэтому не получается. И здесь еще один большой кармашек. Вот такие вот бананки. мужа. Вот такая вот доминка у меня. Ну, и бананку Кирюшкину вы видели. Так что все, завтра собираем чемоданы и едем на море. Ну, и на сегодня я вам скажу уже всем пока-пока. Будем уже отдыхать и ждать Кирюшку. Вернее, сейчас у меня немножко еще пройдет моя вот эта вот вся смесь на голове. Она захватится, закрасится. я ее смою и пойду Кирюшку заберу с улицы. Все, всем пока-пока. До завтра.